Танкер ледового класса «Афромакс» спускают на воду. Такой мегатанкер мог быть построен только на мегаверфе. Россия бросает вызов мировым лидерам судостроения. Эти суда собственного производства могут ходить по Северному морскому пути. Чтобы строить эти прочные танкеры быстро, нужны новые методы. Несколько тысячелетий все делали буквально руками. Кто строит пароходы сегодня? Роботы или люди? Как изменились технологии судостроения? И сколько человеческого осталось в покорителях морей? Слева от меня стоит судно класса «Афромакс». Это большая штука, 250 метров. Это самый распространенный класс, та рабочая лошадка, на которой ездит весь танкерный суд. Строительство такого судна в современных реалиях можно обеспечить в 9 месяцев. Эти суда настолько огромные, что 200 лет назад их строительство было невозможно. 100 лет назад могло затянуться на годы. Сегодня 9 месяцев. Что изменилось? Егорыч! Для ледокола, лидер, все готово? Да. Начинаем! Все начинается с резки деталей будущего судна. Отдел конструкторской технологической подготовки производства. Марина Игоревна, откройте мне чертежик проекта судна. Полистаем мы листики. Одновременно на верфи строят несколько судов. Это миллионы разных деталей. Как не перепутать их при резке? Покажите нам карточки раскроя. Исключить человеческий фактор. Весь проект судна, блоки, потом идет из блоков секция. Из секции уже идут детальки. Вот деталь для выполнения резки. Наши замечательные лозовики раскладывают на карту раскроя. Карта раскроя уходит на механизм. Механизм начинает резать. Оператор контролирует. Нам айфичники присылают карты раскроя. Все находится здесь в компьютере, который, собственно, и производит резку. Загружаем сценарий резки, находим непосредственно то, что мы сейчас будем резать. Дальше с запуска она начинает резать. Это очень производительная линия. На танкера Фромакс мы его можем нарезать за 16 дней в две смены. И всего один человек для контроля. Оператору достаточно нажать одну кнопку «Запуск» и профиль пошел. 16 дней — это одна линия. Общая мощность обработки металла на заводе — 7,5 тысяч тонн в месяц. Столько же нужно, чтобы построить один корабль класса «Корветт». Показатель на уровне лучших верфей мира. Построить самую технологически современную верфь. Такая задача была поставлена президентом России, консорциуму во главе с Роснефтью. По оценкам некоторых экспертов, у нас оснащение выше, чем на верфях Самсунгов. Мы уже используем высокотехнологическое оборудование. Это компьютер. Здесь полноценный процессор стоит, оперативная память. Здесь его мозги. Каждым устройством на заводе управляют компьютеры. Если умный дом вам варит кофе и включает свет, где вам надо, система сигнализирует, где вам нужны либо люди, либо материал. Мы находимся в основном аппаратном зале, где размещено серверное оборудование основных наших систем. Сервер, ERP-систем, МЕС-систем, система хранения данных для конструкторской документации наших проектов. Бигдата для по-настоящему больших изделий. Конструкторская документация состоит из 3D-моделей. Они занимают очень большое пространство, моделирование, и, соответственно, нужны большие данные. Эта деталь займет свое место в корпусе судна. Какое именно, под каким номером и в какой момент. Сотрудникам верфи больше не надо об этом думать. Я загружаю программу, ввожу параметры, нажимаю на кнопку, и дальше машина режет сама. Это нормальная работа. Сборку деталей тоже достаточно просто контролировать. Этот робот делает то, что я ему скажу, через специальную программу в виде 2D-модели. У него есть две камеры, сканеры. Когда мы берем нужную деталь, он ее сканирует, компьютер переносит. Куда он будет варить, как варить, что варить будет. Шесть осей нужно, чтобы он двигался, как рука человека более-менее. Мы же не будем деталь передвигать, что под робота. Надо, чтобы робот сам находил точки опоры своей и вываривал все. Мог ли робот научиться всему этому сам? А зачем человек изобрел водяное колесо? Начал запрягать лошадь вместо себя, чтобы облегчить себе работу. Поверьте, сварщику за смену гораздо тяжелее, чем мне. Мне надо держать просто пульт и нажимать кнопки. Он везде должен идти под одним и тем же углом. Иначе шов будет по форме отличаться в разных местах. Сварщиком высокой квалификации робот становится при помощи этого пульта. Учим, как заниматься роботами и как их программировать тоже немного учим. Но насколько высокий? Те программы, которые мы сейчас реализуем по сварщикам, это выявление среди молодежи, одаренных ребят с хорошей моторикой руки. Для этих ребят мы там расписываем траекторию. Соответственно, готовим их к различным турнирам. И через полгода они у нас уезжают на завод на ССК «Звезда». При содействии компании «Роснефть» в УГНТУ создана лаборатория. Здесь разрабатываются новые технологии полуавтоматической и автоматической сварки. Одна из таких разработок позволит сделать трубный цех на «Звезде» полностью автоматизированным. Проведем соревнование между лучшим сварщиком на курсе университета и работником дальневосточной верфи. Устанавливаем два коротких шва, которые будут удерживать. Переворачиваем, с этой стороны можно спокойно сваривать. Лучше маской прикрыть глаза. Все готово к началу. И роботу делают его. Теперь надо определить победителя. Судебная коллегия состоит из одного – не человека. Данная система позволяет рассчитать индекс квалификации сварщика, сравнивая 3D-реплику сварного шва с эталоном. Ставим образец на сканирование и запускаем процесс. Получили результат в виде 3D-картинки. Определяем индекс квалификации. Сейчас показывает 91%. Давайте теперь узнаем, как сварил робот. Естественно, стабильное расстояние, которое держит робот, это значит стабильная дуга, это значит стабильная температура, стабильное проплавление. Значит, никаких шероховатостей. Индекс квалификации, если бы это был человек, составляет 99,65%. Я же говорил, что он его уделает. В сварке стабильность отвечает за многое. Какой бы сварщик ни был, он все равно имеет пульс, у него своя моторика. Даже если перемещение минимальное, но они присутствуют, и это отражается на всех процессах. Роботизация позволяет ускорить строительство мегаконструкций. Тавровая балка – один из ключевых элементов в конструкции судна. Это практически кости судна, любые, продольные, поперечные. Судно имеет необходимую жесткость. Их требуется 93 километра для одного танкера «Афромакс». Так много, что для их производства построили робота размером с цель. То есть здесь забиваются абсолютно все параметры – сила тока, напряжение, скорость сварочного процесса, насколько градусов нам надо прогреть балку, чтобы исключить деформацию. Оператору остается следить за сварочным процессом, ну и не допускать каких-то ошибок. Сегодня автоматизация позволяет человеку в одиночку создавать предметы гораздо большего размера, чем он сам. Гибко у нас как бы творческая профессия. Надо понимать как. Но полуавтомат позволяет намного упростить и ускорить весь этот процесс. Все, прям можете куда-нибудь уходить. Серега, все, свободен пока. Я знаю. Мы сначала выбираем определенное давление, которое нам нужно, и впоследствии начинаем работать. Управляя только лист кранами, чтобы двигался лист. Остальное делает сам автомат. Автоматически у нас идет синхронизация давления с кранами с передвижением листа, что позволяет работать в принципе одному. Деталь большая, это лист наружной обшивы. Листы у нас все габаритные, мы строим большие суда. Достроечный стапель. Площадка сборки больших судов из больших секций и блоков. Поднимаем секцию, вывозим ее на середину стапеля, разворачиваем влево на 90 градусов. Каждый по своим местам, по позиции, смотрим внимательно, аккуратненько. Телега где-то в среднем 250 тонн поднимает одна. Мы с ПМТ называем, нам так проще. Тележки объединяются в группы, что делает их грузоподъемность неограниченной. Можно крутить, вертеть секции, как удобно стропольщикам, как удобно строителям. Маневренная очень, в отличие от рельсового судопоезда. Независимо от размера и веса конструкции, для ее перемещения также достаточно одного человека и поезда. Наши старики называли его поездом. Это просто одно из названий, которые привыкли простонародить. Судотранспортная система, грузоподъемностью 54 тысячи тонн. Афромакс мы спустили уже на воду. Сейчас передвигаем мы Март на его место. Здесь задействовано 86 телег. Женя Коршаков, высота на группе С. Человек с пультиком, это оператор. Он управляет полностью судотранспортной системой. Он отслеживает все показатели, скорость, движение, полностью все. Общий тонн наш 4000 тонн. Если вот смотреть, вот эта носовая часть, это корма. Так как корма достроена, нос нет. Центр тяжести смещен в корму. Нагрузка в группе С и группе Д. А, Б, грубо говоря, в холостой. Похоже, эти сотрудники верфи никуда не торопятся. Мы едем со скоростью 1 метр в минуту. Это, скажем, оптимальная скорость. Нам спешка с данным случаем не нужна. Все слышали термин цифровизация. Но как она выглядит? На деле это отказ от бумажных носителей. Это десятки тонн древесины, которая тратится пустую. Сейчас открываешь программу, ты можешь покрутить сверху, снизу, сбоку. Ты уже представляешь визуально, как она будет выглядеть. Бумага, как говорится, стерпит все. Но на данный момент бумага уже и жила себя. Но это мое личное мнение. И не только бумага. Как думаете, сколько времени займет измерение корпуса этого мегасута? Запустили. Прибор будет производить измерение на 360 градусов. Займет это порядка пару минут. Зеркало вращается по кругу. Луч измеряет все пространство. По рулетке не один день уйдет, чтобы как-то по сечениям измерить и оценить, сделать карту замеров. Прошло меньше пяти минут. Так, ну давайте посмотрим. Мы отсканировали кормовую часть судна из нескольких стоянок. Мы все ввязали и получили такую картинку. Некоторые технологии завода приходится испытывать в реальных условиях. Обстановка на стапеле напряженная. Кранов настолько много, что они могут друг другу мешать. И смогут ли они в работе столкнуться между собой? Мы сейчас это все и проверим. Ну что, Александр, попробуем их столкнуть? Давайте попробуем. Начинаем движение на первой передаче. Два крана сближаются. Имитируется рабочая обстановка с условием того, что крановщицы просто друг друга не видят или увлечены какими-то другими делами. Ну что, Саш, думаешь, крановщицы спокойны или все-таки есть небольшое напряжение? На стапеле существует система координатной защиты. Она отслеживает позицию каждого устройства и в случае угрозы сама остановит краны. Сейчас вы видите, как проходят ее испытания. Давай, двигай тройку к нам. Я пошел на второй скорость. Стрелочка в сторону. Какая дистанция до крана? Дистанция сокращается. Остаются считанные метры. Сколько метров? Четыре метра. Система координатной защиты сработала. Безопасность на верфи под двойным контролем. Человека и автоматики. Не получилось их ударить. Но это, наверное, и правильно. Технологии на верфи защищают производство, ускоряют его и выглядят очень эффектно. Плавучий док. Он спускает суда на воду. Че, ты достаешь? Кого? Ты че? Нет, сдвигай сюда. Сейчас поднимайте ее, чтобы ты прямо напротив нее стоял. Мне нужна высотная двойка. Сейчас перекидывайте сюда это все. Афромакс готов. Он процентов на 99 уже готов. Последнее размерение сдать. И готовимся к спуску на воду. 2,700 ровно. Спускайся. Сейчас померь, сколько от корпуса. На верфи будут строить суда большего размера, чем плавучий док. Как их спустят на воду? Для этого построен док сухой. Тело сухого дока, яма так называемая, может сама заводить сюда, сама выводить. Открывается затвор, заходит вода, судно всплывает и выводится из сухого дока. Основную часть работы здесь делает море. Промежуточный затвор это именно сооружение, которое не позволяет заполнить именно определенный участок сухого дока водой. Если посмотрим сюда, 11 метров ниже уровня воды мы находимся. Вот эта вот конструкция как раз и есть промежуточный затвор, который именно сдерживает воду с той стороны, чтобы здесь могли продолжаться работы. В самом сухом доке может сразу формироваться одновременно 4 судна. Называем ямой. Где находишься в яме? Использование сухого дока значительно ускоряет строительство. Конечно ускоряет. Намного ускоряет. Почему? Секционная сборка ведется сразу, грубо говоря, на месте постройки и на месте вывода судна. Лишних перебросок, лишних движений мы тут не делаем. Да, это большое ускорение. Вальдаг толщиной полтора метра, где в принципе любой другой пароход не дойдет. Дойдут пароходы, оборудованные вот этой системой. Почему, собственно, она это может сделать? Сочетание характеристик силовых, так и характеристик самого корпуса. Это винто-рулевая колонка. Этой технологией обладают только две компании в мире. Одна из них — Роснефть. Электродвигатель, грибной винт и рулевое управление в едином ледостойком модуле. Эту ВРК нам нужно испытать. Мы должны убедиться, когда даем ее заказчику, что она полностью работоспособна и высокого качества. Так, Андрей, ну все, у нас все готово. Так, давай проверим работу систем сначала и начинаем запуск. Так, мы сейчас в 8 машинке посмотрим. Так, и все в порядке. Так, запускаем. И защитка. Так, это дренаж, да, выскочил? Увеличим чуть-чуть подачу воды. Сбросим температурку и запускаемся. Ну все, давай, родная, погнали. Все испытания моделируем в ледовой нагрузке. Это абсолютно жесткие условия. Сверху это система охлаждения, масляная система. Сейчас мы видим, в принципе, разрез судна. Только ВРК – это подводная часть, вверху – это надводная часть. Я увеличиваю оборот. Давай. Разогнались. Сейчас только осталось ждать, когда ВРК выйдет на все параметры, и через некоторое время начнем снимать показания. Такие испытания длятся несколько суток. Спрос на СПГ, в частности, в Азиатском регионе растет. Соответственно, растут требования по скорости прохождения судов по Северному морскому пути. Для того, чтобы разработать эту колонку, мы применяли трехмерное моделирование. Что это нам позволило? Она способна работать во льду толщиной до двух метров, разрушать его движением своих винтов, режим позирования льда. Например, сложная ледовая обстановка. Судно разворачивается кормой, идет задом, лопастями, крошит лед, чтобы пробесили дорогу. Но лед может быть толщиной более 7 метров. Прорубить такое не получится. Огромные поля льда надо обойти так, чтобы они не сомкнулись на пути судна. Технологии работы на Северном морском пути разрабатывают в Арктическом научном центре компании «Роснефть». Мы же там работаем, не зная региона в целом, вообще просто не понимая, невозможно работать. Надо знать, куда ты пришел и что ты там делаешь. Для чего ты пришел, ты понимаешь. Но вот куда ты пришел, ты не знаешь. Придет там, не знаю, тысяча человек, две тысячи человек. Они придут в голое снежное поле. Что они там будут делать? С чем они придут? В какой одежде они придут? С какими там устройствами? На чем они приедут? Куда они там будут все это девать? Как они будут с этим работать? Для этого надо вначале изучить и что-то придумать. Чтобы судно не угодило в ледовую ловушку, в Арктическом научном центре «Роснефти» используют спутниковые технологии. Мы в онлайне видим другие суда, получаем спутнику информацию, видим ледовую обстановку, микроволновки так называемые. Микроволновые спутники, вот они на той же частоте, что у нас в микроволновке работают. Ольга Теймур, привет. У нас ситуация по Бавениту, по буровому судну нашему. Нам нужно посмотреть, насколько через трое суток он сможет пройти через пролив Велькицкого, потому что, насколько я знаю, у нас там есть проблемы с ледовым полем. В Бавенит-Аскарских воротах через трое суток он будет в проливе Велькицкого. Непосредственно над проливом громадная площадь ледового массива. Буровое судно «Бавенит» следует в море Лаптевых. Его задача – взять образцы скальных пород с глубины более 100 метров ниже уровня морского дна. Это труднодоступный регион Земли и к тому же покрытый водой. Достоверные данные о строении его недр получить очень сложно. У мировой геологии даже с Луны есть образцы пород и даже с Марса. А вот в море Лаптевых, восточно-сибирском, в Чукольском никаких скважин нет. И это будут первые скважины, которые нам позволят получить первую достоверную информацию про то, что же за регион, что его слагает, какого возраста породы, как они формировались. Да ну там не такой уже, хотя нет, там довольно сплоченный лед в этом массиве. Да. Вот повинит. Это данные за 24-й. Ой, ой. Данные за 25-я не сильно отличаются. Не сильно отличаются. Если подует северный ветер, да, то этот массив просто сдвинется и закроет весь пролив, все свои массы льда. И тогда мы будем иметь проблемы. Давно он дует. Главное, что дует в невыгодном для нас направлении. Знаешь, мне нравится, что... Они очень скучились, да. Это же суда, которые осуществляют вот это каботажное плавание река-море. Они, наверное, идут просто вдоль берега. Ольга, на ближайшие дни какой прогноз? Еще сегодня и завтра такой ветер, а потом ветер будет стихать. И когда через трое суток судно подойдет к проливу, будет возможность свободного прохода через пролив. Все будет нормально. Чем важен мониторинг льда? Без подсказок судну ты можешь начать идти по каким-то ледовым полям, которые замедлят тебя. Соответственно, ты будешь терять сутки, терять деньги. Конкурентная способность Северного морского пути напрямую зависит от того, насколько эффективно там ходят суда. Суда для Северного морского пути уже строят на мегатехнологичной верфи. Парадокс. Чем меньше людей участвует в производстве, тем быстрее они рождаются. Но их все равно строят люди. Суда строят только люди. Каждое судно, детище чьего-то, рабочих, конструкторов, проектантов. Это чья-то судьба, чья-то жизнь. Это строят только человек. Каждый спуск на воду – это труд тысяч людей и буквально всей страны. Это те, кто спроектировал, изготовил, поставил, сделал и проверил. Те, кто научил и те, кто научился. А машины? А машины нужны для того, чтобы это делать быстрее и качественнее. У меня все ключи от всех пароходов, которые я построил, я вот потом их все вкладываю. Здесь вот есть номер индивидуальный. Он как раз там вот третий, второй, первый, девять, еще один. Это обозначает проект. Выполняя какие-то сложные вещи, каждый оставляет какую-то частичку памяти себе от каждой вещи. Вот у меня, я для себя определил, это будут ключи от всех пароходов. Сколько ты хочешь, чтобы их было? Их нужно больше. Субтитры создавал DimaTorzok